Ребят, пришло то время, когда мы все-таки должны отвечать за такие слова, как «мы умные», «мы грамотные», «мы едины», «мы непобедимы», «мы неповторимы». Я, может быть, сейчас скажу немножко, как бы, такую тяжелую фразу, да, но, к сожалению, явь, она на самом деле является в том, что уважение зарабатывается, некоторые сказали, да, уважение зарабатывается уважением, нет, ребят, уважение зарабатывается силой, силой и страхом зарабатывается уважением. К сожалению, мы хотели пойти немножко другим способом, но мы видели, что произошло, предположим, с Косово, что произошло с Белградом, что произошло с Ливией, с Ливаном, с Ираком, с Афганистаном и прочее-прочее. Я просто подвожу под политику таких двойных стандартов, когда на камеру мы говорим одно, а на самом деле мы делаем совершенно все по-другому. Вот это искажение, когда мы встали с колен и когда мы будем диктовать условия. Мы всегда подставляли свое плечо любым странам, любым людям, но на глазах начали нас обманывать. И мы начали не доверять той системе, которая вращается вокруг нас. У нас ближайшие братья, украинцы, ближайшие братья, вроде бы как поляки, финны, и, к сожалению, мы видим, что происходит. Мы не можем договориться, мы идем по нормальному юридическому правовому пути, но нас опять же обманывают. Недавно посмотрите, что Лавров скорее наговорил. Когда мы говорим одно, мы подводим под юридические какие-то статьи, под правомерность какую-то. Но на самом деле все абсолютно по-другому. Они обещают, они говорят на камеру, на телевидении журналистам, что да, мы согласны, да, мы с вами. Но на самом деле происходит все по-другому. Я считаю, что опять же, еще раз повторяю, третий раз, что мы встали с колен. И пускай воспоминания СССР, когда нас уважали, нас боялись, нас боялись и нас уважали. Вот это вот оединение двух слов, как раз сейчас, сейчас вот это вот становление и происходит. Продолжение следует...